Директор Центра образования системной области 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 был директором в 2002 году участвовал в конкурсе всероссийскому учителю года и вот после уже попал в какую-то, наверное, другую орбиту закрутилась вот такая плюс как бы не только предметное содержание стало интересовать а вообще образовательная политика как она реализуется, что можно сделать поэтому сначала ушел в Ульяновский институт агробизнеса преподавателем экономики на кафедру менеджмента было, по-моему, так называлась наша кафедра ну а в 2004 году перешел в институт повышения квалификации при подготовке работников образования вот здесь, наверное, считаю это главным своим местом по становлению себя как профессионала потому что прошел здесь все уровни от доцента кафедры заведующим кафедрой, проректором ну и вот сейчас директор нашего центра образования системных инноваций который как раз и является преемником Ульяновского института повышения квалификации при подготовке работников образования ну вот так, если коротко моя судьба вот на поприще, на системе образования Ульяновской области очень интересно так у вас складывается что вот вы были победителем всероссийского конкурса учитель года и Екатерина Владимировна оба тоже была победителем этого конкурса вот ваши воспоминания какие по поводу этого конкурса вообще нужен ли такой конкурс учителям? ну вы знаете, безусловно, конкурс нужен любые конкурсы профессионального мастерства это возможность проверить свой уровень и, наверное, мое участие было вот отчасти связано именно с этим потому что всегда задаешь себе вопрос а ты как на устьях уровней других ты настолько хорошо знаешь предмет ты разбираешься ли как бы в стратегии развития системы образования понимаешь ли ты вот мое участие было вот отчасти связано с этим отчасти, безусловно, тем, что как бы свои есть истории в каждом муниципалитете это я уж теперь доподлинно знаю потому что занимаюсь вот этим конкурсным движением как происходит выбор значит от муниципалитета я тогда уже работал директором школы и когда руководитель нашего муниципального образования Митюгова Людмила Николаевна да, Людмила Николаевна, да Любовь Николаевна попросила меня то мне уже как бы отказываться нельзя было поэтому я участвовал в конкурсе но для себя я понял, что конкурс профессионального мастерства это всегда и школа не только как бы самоощущение а это всегда лист профессионального развития и я считаю, что конкурс для меня в 2002 году сделал очень многое во-первых, он меня вывел на орбиту вот знакомств вот с элитой педагогической Ульяновской области потому что на тот момент я работал в сельской школе и вот то многообразие как бы образовательных практик я мог посмотреть мне стало интересно как вот что в городе, что на уровне региона я познакомился с учеными с учеными дидактами которые оценивали они тогда были членами жюри этого конкурса я тогда познакомился с Сергеем Даниловичем Поляковым человека, которого я пока только знал по книжкам а тут вот я увидел его воочию причем он мне дал какие-то советы причем я тогда уже занимался над своей диссертацией и вот конкурс меня открыл к нему что называется дорогу я мог уже как бы своя научная как бы стезио-научная дорога она тоже непосредственно завязалась и вот по-другому заработала с этого конкурса ну и безусловно с конкурса началось вот мое какое-то движение потому что я увидел что вообще конкурс это как школа профессионального роста педагогов и вот вся последующая еще раз говорю моя жизнь вот связанная с клубным движением в которую я уже включился непосредственно сам как руководитель она как раз с этим и связана то есть мы увидели что может быть на тот момент это была практически единственная школа по работе с педагогическими кадрами с лидерами педагогических кадров и мы вот тут закручивали особую работу здесь нам институт повышения квалификации безусловно наш помогал потому что была очень такая очень хорошая школа была то есть семинары мы проводили то есть мы говорим о профессиональном сопровождении педагогов и вот эта система очень была у нас отлаженная поэтому вот наверное судьба одинаковая здесь и Екатерина Владимировна когда в 2005 году участвовала в конкурсе она прошла через мои, что называется, руки я тоже ее готовил к этому конкурсу и учил их, да вот как бы переплетения эти очень интересные я ее готовил на конкурс много говорили про информационную тогда культуру вот тогда открылся у нас центр интернет-образования в регионе и мы обучали всех конкурсантов вот так вот если мы говорим судьба я вообще считаю, что конкурс «Учитель года» в нашем регионе родил достаточно много известных педагогов которые сегодня занимают вот какие-то ответственные посты потому что проверка состоялась на профессиональную педагогическую состоятельность на способность решать педагогические задачи не только в конкурсном варианте а уже в реальной жизни состоялось осознание каждому, мне кажется, это происходит на конкурсе ответственности какой-то за судьбу образовательной или как бы учреждения, в котором ты работаешь или может быть вообще за судьбу отрасли как вот с Катериной Владимировной произошло она, ее когда в законодательное собрание избирали она приходила, она вот как бы советовалась она говорит, вот как вот страшно вот как-то так волнительно не страшно, а волнительно и мы вот клубом вместе тогда у нас мы говорим, Катерина Владимировна, обязательно это шаг, это движение это защита, это поддержка всего профессионального педагогического сообщества вот так, наверное, если объемно говорить вот она судьба, вот так она происходила Раиса Рамазанович, а вот когда губернатор вас рекомендовал на пост министра образования и науки вы что чувствовали? Испок, удивление или может какие-то еще другие чувства? Знаете, и удивление, и испок, и все другие чувства потому что это была большая гамма чувств я в этом году... Вы не ожидали? Ну, если у меня и была какая-то толика ожидания маленькая, то она была так глубоко и она вот виделась так далеко вот я бы так сказал поэтому это гамма чувств я хочу сказать, что в этом году я поступил на магистратуру по государственному и муниципальному управлению высшей школы экономики Москвы и известие вообще меня застало на сессии то есть я продолжаю учиться и в тот день вот произошел интересный такой казус это был, я помню, понедельник так как я вот накануне забыл зарядить свой телефон то мой телефон разрядился прямо в середине дня, понедельника это было в 12 часов, у меня отключился телефон в Москве и когда я вечером а там занятия до 8 вечера идут часам, наверное, полдесятого я добрался до собственного телефона и включил его вот тут я понял, что произошло и вот та самая гамма чувств, про которую вы говорите она и состоялась потому что было порядка ну вот я всю оставшуюся ночь я читал как раз все смс-ки, которые пришли все сообщения, ВКонтакте их было очень много, потому что были разные там были и, значит, гневные куда ты пропал, значит, что случилось и так далее ну и в итоге я вынужден был уже прервать свое как бы вот сессию первую часть как бы я все прослушал и вернуться ну и вот уже здесь погружен поэтому вот какие были чувства безусловно сейчас осознаю, что это это серьезное доверие это серьезная ответственность понимаю, что вот рад, что все-таки я успел накопить вот достаточно много компетенций важных и нужных причем осознаю, что их точно недостаточно вот мы понимаем, что нужно еще очень много как бы и аппаратной работы и организационной и вот как бы в контексте политического видения вот именно образовательной политики очень много нужно то есть, безусловно, вот какой-то такой рост профессиональный он еще обязательно будет происходить как бы осознаю это как бы надеюсь, что у меня все это состоится ну а вот как бы понимание жизни педагогов оно есть потому что действительно я прошел от учителя начальной школы до директора школы как бы я знаю вот здесь какие-то важные особенности я знаю, что такое инновационная деятельность был научным руководителем сам в школах сам занимался как бы научной я как бы мне так кажется близко понимание вот как как управлять образованием не людьми не школой а все-таки образованием потому что как вот педагогическим процессом вот эта как бы дидактическая школа нашего Ульяновской ЭПК она мне вот я благодарен этой школе потому что я могу профессионально видеть как бы составляющие процессов компоненты этих процессов могу понимать как эти процессы управлять так называемый процессный подход это всегда сложнее потому что проектами управление проектами это проще управление людьми еще как бы проще а вот мне кажется уловить суть как повлиять на качество на доступность образования как повлиять на инновационную как бы составляющую образование все сложнее и тоньше тут работа. И я рад, что как бы есть и потенциал в нашей области очень хороший, инновационный потенциал нашего региона, и педагогическая вообще школа нашего региона очень хороша. Ну и безусловно ответственность у меня за тем, что все-таки сделаны предшественники, самой Екатериной Владимировной, потому что много заложены основы, как бы она закладывала те новые, те инновации, которые есть, безусловно, очень много инноваций. Это Сергей Ивановича Морозова, потому что мы действительно регион динамично развивающийся, и очень много последних данных как раз показывают, что мы выбиваемся в лидеры в рамках научно-технической сферы. Мы попали, вот наш регион попал в восьмерку сейчас лучших, мы за 16-й год попали в 18-й в топ-20-ку лучших по Олимпиадам. Это очень большой, как бы очень хорошая позиция. То есть вот это нужно, безусловно, поддержать и наращивать дальнейшие усилия и успехи. Я обращусь сейчас к интервью министра образования России Ольги Васильевой. Она сказала, выделила главной проблемой современного российского образования положение учителя, его состояние и отношение общества к нему. Как вы считаете, какая главная проблема образования? Главную проблему образования, наверное, сейчас сложно обозначить, но в контексте интервью Ольги Юрьевны я тоже поддерживаю, что вот ощущение учителем себя, своей роли, своей миссии очень многое зависит. от профессионального самочувствия педагога зависит очень многое. И вот на профессиональное самочувствие педагога влияет очень многое, в том числе и отношение общества к школе, к месту и роли учителя. И поэтому образ учителя, он действительно у нас, к сожалению, в последнее время пошатнулся. Здесь очень много факторов и объективных, и субъективных, и даже цивилизационных, потому что мы говорим, что ведь впервые за тысячелетнюю историю человечества ведь всегда педагогика держалась на том, что взрослый обучал ребенка. Это было так много тысячелетий подряд, а 21 век задал совершенно другой вектор развития. Сегодня есть сферы деятельности, где ребенок больше и оперативнее понимает, чем взрослый. И уже вот вот даже это немножечко так подтачивает позицию, вот старую позицию педагога. И сегодня надо осмысливать вот это вот явление, это объективные факторы. И субъективные, безусловно, это те самые реалии, которые вокруг школы. Мы же, ну, невозможно быть здоровым в неблагополучной среде. Мы говорим о том, что экономическая составляющая изменилась, политическая составляющая изменилась. У нас сегодня надо точно понимать, что основу учительства, образования составляют педагоги, которые, ценностные основания, которых закладывались в другом обществе, при других политической ситуации. Ну, и им сейчас очень сложно. И тут гамма чувств субъективных, которые, вот, нестыковка ценностей, совершенно другая позиция сегодня должна быть. И технологии, и методики были совсем другие. Мы сегодня говорим о том, что от вот такой массовой школы с ориентацией на среднего ученика переходим к массовой школе с центрацией на ребенка. А это индивидуализация, требования индивидуализации работы, дифференциации работы. А педагоги еще вот этих нет инструментов. А как же дифференцировать свою собственную работу, когда у тебя 25 человек и 30 человек детей. И вот понятно, что есть появляются инструменты, есть как бы находки инновационные, но сделать это уже практикой, стабильной, обычной, а не инновациями, очень сложно. Этому требуется большой период, поэтому сегодня школа точно идет по пути становления. Поэтому здесь педагогу надо помочь. и вот я считаю, что большая работа должна сегодня с родительской общественностью идти, потому что от родителей, от позиций родителя очень многое тоже зависит. Понятно, что им сейчас несложно в новых экономических условиях, но вот подчас завышенные требования и ожидания к школе у них не подтверждаются и их соответствующей ответственностью за ребенка, потому что нельзя винить во всем школу и учителя, что у нас сегодня, к сожалению, происходит оголтело. Поэтому вот здесь страдает ощущение самого и учителя и его образ, поэтому наверное здесь большая должна быть совместная работа. Я считаю, что вот как федеральный государственный образовательный стандарт сегодня является как общественным договором общества и государства и соответственно учительства как реализатора этих стандартов, вот мне близко это понимание как общественного договора. Давайте договариваться, за что отвечает учитель, а за что отвечает семья, а за что отвечает государство, как система, которая обеспечивает условия для работы учителя. Вот когда все трое мы договоримся и определим свои границы ответственности, вот тогда будет легче, тогда мы будем точно понимать, кто виноват, если в этом надо как бы точно разобраться, а не во всем виноват учитель. Я против однозначной вот такой оценки, поэтому и вижу свои как бы даже первые шаги именно по защите учителя и по поддержке учителя. Спасибо. У меня вопрос к Светлане Юрьевне Прохоровой. Качество образования напрямую зависит от качества знаний учителей. И что нужно сделать, чтобы учителя стремились повысить свой уровень знаний? Или может ничего не надо делать? Спасибо за вопрос. Ну наверное с того момента, как человек решил, что он идет работать в школу, он понимает, что нужно постоянно повышать качество своего знания. Потому что жизнь преподносит нам такие сюрпризы и жизнь говорит нам о том, что мы должны постоянно совершенствоваться. Система повышения качества знаний ставят и на уровне Российской Федерации. Вы знаете, что сейчас идет работа над национальной системой учительского роста. И так как мы сегодня находимся на такой пресс-конференции и кандидатом на пост министра образования и науки Ульяновской области мне хочется отметить, что в этом ключе Райс Ромазанович уже начал свою работу и открыл первую стратегическую сессию в Ульяновской области по созданию регионального проекта учительского роста, которая была обсуждена на прошлой неделе. Была эта сессия и по многим направлениям выработаны решения. Мы эту программу будем презентовать чуть позже, когда эксперты отработают. И в этой программе будет несколько разделов, включающие и новые возможности и новые формы работы системы повышения квалификации учителей, и поисково-исследовательско-экспериментальной деятельности, и даже работу на это имиджем педагога. Но Раиса Рамазанович уже сказал в своем выступлении, что он и сам повышает свою квалификацию и продолжает это делать. Да, действительно, стандарты задают нам эту задачу, ведь сейчас учитель выходит на урок не с готовыми ответами, а с вопросами, на которые вместе с ребятами они ищут эти ответы. А как поставить правильно вопрос? Как самому быть компетентным? Вот здесь есть, наверное, и роль Раиса Рамазановича в региональной системе образования, потому что именно под его руководством клуб учитель года вышел на уровень России, и на протяжении семи лет мы могли, имели возможность видеть весь опыт Российской Федерации лучший у нас в Ульяновской области. Мы могли презентовать себя, мы могли учиться у других, но Раиса Рамазановича на этом не остановился. И в прошлом году были достигнуты договоренности и впервые в Ульяновской области под руководством Раиса Рамазановича был проведен чемпионат учительских клубов, который стал альтернативой конкурсу «Учитель года». В этом году это будет второй конкурс, это личное авторство Раиса Рамазановича. Мы понимаем, что учиться нужно в любом возрасте, но лучше, когда это делается с молодым. Раиса Рамазановича является руководителем клуба начала в Ульяновской области, где системно отрабатываем с молодыми педагогами профессиональные компетенции, отрабатываем те результаты, которые заложены стандартом. Предметные, личностные и метапредметные. Это сложно сделать учителю с большим стажем работы, а как сложно сделать с молодежью. Поэтому следующий вопрос, который Раиса Рамазановича ставит, это наставничество. Но наставничество это не тогда, когда человек в возрасте наставляет молодежь. Иногда молодежь становится наставником человека, имеющего достаточно возрастного. Почему? Потому что 3D-принтеры, новые игры, новые возможности, новая среда обитания, открытое пространство. Как в этом жить, как работать с этими детьми, мы друг другу можем быть наставниками. И здесь большой буквы Раиса Рамазанович может стать наставником в региональном образовании. Поэтому у нас есть положительные тенденции в учительском росте и есть возможности повышать наше качество. И я думаю, что вот эта программа региональная, она даст свои результаты. Буквально в ближайшее время Министерство образования готово будет ее представить, а мы, конечно, тоже все поддержим, сделаем все, что от нас зависит. Спасибо. У нас еще один спикер Татьяна Евгеньевна Твердахлеб и вам вопрос. Профсоюзная организация всегда помогает учителям. Как происходит вот это взаимодействие профсоюзной организации, Министерства образования? Вы, наверное, уже давно сотрудничаете с Раисом Рамазановичем с Центром образования и системных инноваций Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста. Да, конечно. Я, во-первых, хочу сказать, что в Ульяновской области профсоюз образования и науки это самый крупный профсоюз. По численности мы самые-самые большие, около 30 тысяч членов профсоюза. Ну и понятно, что такой огромный профсоюз работает на протяжении многих лет в тесном контакте с Министерством образования Ульяновской области. Раньше это было управление образования. И поэтому каждый год мы заключаем областное отраслевое соглашение, где прописываем все наши проблемы, все наши задачи, пути их решения. И наше официальное областное отраслевое соглашение всегда выполняется. Сейчас мы подписались Екатериной Владимировной, УБА. Пройдет два года, я надеюсь, мы подпишем с Реэстром Азановичем Загидолиным. И, естественно, разделы заработной платы, разделы охраны труда, особо прописан раздел у нас аттестации педагогических работников, потому что более 20 лет профсоюз является бессменным членом главной аттестационной комиссии, и там иногда приходится нам отстаивать право учителя на получение той или иной квалификационной категории, или первой, или высшей. Ну вот, есть такое выражение, что профсоюзы все-таки кузница кадров, поэтому я очень рада, что я в этой студии сижу рядом с Реэстром Азановичем Загидолиным, которого я лично знаю с 2002 года, потому что, если он помнит, я лично, как руководитель областной организации, приехала в Москву для того, чтобы его поддержать на этом конкурсе и была с ним там до конца. Вот, поэтому вот такие у нас взаимоотношения, и, конечно, увидя его там, и потом, работая с ним на протяжении вот оставшихся вот сейчас лет до его назначения, будучием на должность министра, конечно, сделано нами очень-очень много. Вот Светлана Юрьевна сказала про те семь лет, а что это такое семь лет, когда мы показывали опыт Ульяновска всей России? Впервые вообще в истории России в Ульяновске состоялся первый фестиваль учительских клубов молодых педагогов. Мы собрали всю Россию, потом второй год, третий и так далее. То есть и говорили люди, что проводить давайте в Ульяновске. Настолько им нравился опыт работы Ульяновской области. У нас, не могу сказать за другие регионы, но у нас есть такая книга называется «Золотой фонд Ульяновской области», где находится информация, описание, портреты самых лучших учителей Ульяновской области. Мы тоже этим гордимся. Это как раз результат работы нашего клуба «Учителя года», созданного исключительно предложенного и созданного Раисом Ромазановичем Загидулиным. И все те слеты, все те межрегиональные региональные форумы, это все проводилось под руководством, под эгидой нашего клуба «Учитель года». И в 2011 году мы уже, глядя на наш учитель, на клуб «Учитель года», и при областном комитете профсоюза создали официально совместным решением коллеги Министерства образования и областной организации профсоюза клуб молодых педагогов. И вот эти два клуба у нас работают очень в тесном контакте. Мы уже провели не одну региональную школу клуба молодых педагогов, и члены клуба «Учитель года» уже являются наставниками молодых учителей и членов клуба молодых педагогов Ильяновской области. Они являются модераторами проведения тех или иных мероприятий. И сейчас уже ноябрь, но мы уже в план 2017 года и мы и Центр технологий наших ОСИ, как мы его называем, уже мы вносим в план работы уже нашу третью региональную школу. И вот так же, как Слан Юрьевна сказал, Ирайс Рамазанович, что мы показываем всей России опыт. Мы на всю Россию первым клубом не сработали. Но во второй региональной школе у нас уже в этом году, в феврале-марте, принимали участие шесть регионов. То есть как-то они узнали о наших мероприятиях, проводимых для молодых педагогов. И мы надеемся, что уже в 2017 году на наш слет клубов молодых учителей будет еще больше представителей России. И мы уже к этому начали готовиться. Что касается Руста Раиса Рамазановича, он очень скромно так себе сказал. И вот фраза моя, что профсоюз все-таки мы кузница кадров, мы Раиса Рамазановича тоже внесли в его становление свою лепту профсоюз. Почему? Потому что мы в виде этого очень умного, грамотного, тактичного и смотрящего вперед по системе образования человека, мы начали его приглашать на наши профсоюзные мероприятия. А также всероссийские и межрегиональные. Первая такая ступенечка была это в республике Мариэл, есть там такой очень известный лагерь Таир, где ежегодно собираются со всей Россией молодые учителя. И он когда-то у нас был просто рядовым участником этого межрегионального слета молодых учителей. Сейчас уже его приглашают ежегодно как модератора раз, как эксперта два, как выступления, лекции, там тренинги и так далее. То есть я считаю, что это рост по Таиру. Пять лет в этом году был юбилей официальной всероссийской педагогической школы профсоюзов, созданной Центральным комитетом профсоюза. Раис Ромазанович также на первых этапах поехал участником и уже последующие годы на всероссийской ВПШ короткое название также является модератором, экспертом, читает лекции, ведет тренинги, ведет различные ролевые игры. Опять же мы кто гордимся? Профсоюзной организацией Ульяновской области. И конечно какую бы идею мы не подали, я ни разу не слышала отказа Министерства образования. Предлагаем какое-то мы мероприятие профсоюз, давайте проведем вместе. Всегда это принимается, всегда мы садимся, создаем оргкомитет и проводим то или иное организационное и важное мероприятие для наших учителей и педагогов. Я конечно очень рада, что Сергею Ивановичу Морозову была предложена эта кандидатура. Есть такое выражение коллеги, но я не могу его не сказать, вот человек от Сахи, то есть я думаю многие меня поймут, то есть огромный опыт за плечами у Раиса Ромазановича, его знает практически учительство всей Ульяновской области и поколение возрастное, и поколение среднее, и молодые учителя, вот поэтому я думаю, что это огромный плюс вот к именно правильному назначению, предложению на должность министра образования Ульяновской области. Я думаю, что знание, узнавание человека это огромный плюс и огромный опыт за плечами. вот то слово Асахи это именно учитель, директор школы, потом все ступенечки выше, вот это накопление за 20 лишним лет огромного опыта работы, уважения и понимания, и давания оценки деятельности Раису Ромазановичу, он же у нас вырос, кандидатом наук стал, то есть я его знаю простым учителем 2002 год, проходит буквально 14 лет, человек становится кандидатом наук, защищает диссертацию, сейчас, как он сам уже нам сказал, учится дальше, то есть, конечно, самообразование это очень важно, тем более вот для такой должности. И я хотела бы ему очень пожелать дальше, в дальнейшем такой же слаженной работы между министерством образования, мне еще раз говорю, особо приятно, потому что когда вот с неба падает новый человек на ту или иную должность, неважно какой министра отрасли, профсоюзом, работа сложнее, то есть, потому что надо узнавать человека, надо его понимать, надо увидеть его в работе, но за те годы, что я знаю Райса Рамазановича, мне сейчас это отпадает, то есть, я знаю его в работе, вот, и мы надеемся, что все наши мероприятия запланированы, что все то, что мы прописали в нашем очень хорошем областном региональном отраслевом соглашении, будет выполняться, вот, нам, конечно, совместного взаимопонимания, взаимопомощи, вот, лодку раскачивать мы не собираемся, потому что у нас одинаковы учителя, одни и те же, как для профсоюза, так же для министерства образования, поэтому, если когда-то возникает та или иная проблема, мы ее всегда стараемся разрешать вместе, не поодиночке, а садимся и разрешаем вместе, и находим пути выхода. Ну вот, если еще есть у меня время, я бы очень хотела сказать, что мы в отраслевое соглашение внесли очень важный пункт, это оздоровление работников образования, вот мы обком 15 лет уже этим занимаемся, Раис Розенбанзанович тоже в курсе, потому что всех наших победителей из года в год, победитель конкурса учитель года областного и победитель конкурса педагогический дебют, у нас всегда есть подарок направление на оздоровление семейной такая путевка вот в Анапу или в Сочи, там, где у нас есть база, где мы оздоравливаем своих учителей. Вот, я думаю, что и 15-е, и 16-е и далее годы это у нас так дальше и будет продолжаться, потому что мы все с вами знаем, да, было советское время, было огромное количество санаториев и профилакториев, просто люди не знали куда поехать, сейчас все это в разы уменьшено, поэтому мы даже, может быть, сказать, на первое место сейчас ставим вопрос именно оздоровления и лечения наших работников образования, потому что по классификатору мы учителя относимся к первой группе, как помягче сказать, вот именно расстройств различных, там, нервной системы и так далее, поэтому улучшение здоровья, укрепление здоровья, вот, продолжительность жизни наших учителей, конечно, будет зависеть от того, как мы будем обращать на них внимание. Поэтому я очень буду рада, если Министерство образования Российской Федерации примет правильное решение, вот, и кандидатура, предложенная все-таки немалоизвестным губернатором Ульяновской области, будет утверждена Министерством образования Российской Федерации, вот, а нам всем, конечно, хорошей, сложной работы и в 2017 году, и вот в учебном году, сейчас полугодие заканчивается, и на все последующие годы, вот, для нас хорошая новость. много теплых, хороших слов, очень приятно, до новых встреч, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...